Всем привет! Недавно лазил по форумам, по сайтам и наткнулся на интересные дрожжи, которые сбраживают при температуре от 30 до 40 градусов. Заинтересовался, выписал их, завтра они придут. Ну а сегодня надо подготовить ЦКТ. Обычно ЦКТ охлаждают, а мне надо нагреть. Изначально для нагрева хотел использовать инфракрасный пленочный теплый пол, вот такой кусок. Попробовал его, но сильно не нагревает. У меня конечно его больше, для испытания был вырезан. Здесь просто припаял, градусов 30 он нагревает и всю эту бандуру 100 литровую, мне кажется, вечность будет греть. И потом вспомнил, что у меня от сборки инкубаторов, года два уже стоят, забросил я это дело выводить. Углеродный кабель, греющий из Китая, лежит 10 метров. Вот такой, кто не видел. Зажимом медным соединены с медным проводом. Если память не изменяет, сопротивлению этого провода 33 Ом. Имеется таблица, по которой можно рассчитать от длины, в зависимости от длины, какой будет нагрев. Вот 10 метров там написано по этой таблице, что не больше 43 градусов он может нагреться, потому что больше температуры здесь поднимать не стоит, потому что может поплавиться. Ну и сейчас аккуратненько, без шума и пыли будем обматывать его. Вот так это получилось. Естественно, потом это утеплится снаружи все, потому что если с утеплителем сразу вставлять, ничего не влезет, пространство мало. Между решеткой датчик будет установлен, где он прям вот в близости этого шнура и утеплен, чтобы не уходило сразу. Показывал точную температуру. Он будет легко снимаемый таким разъемом, авиационным. Можно его снять все. Подключаться будет к автоматике. Вот они разъемы разные. Автоматика на ESP32. И будет управляться, монитор здесь не будет, будет управляться с телефона полностью. Через приложение уставил. Уставки поставил. Все будет показываться и регулироваться P-регулятором. Также эта автоматика можно регулировать как нагрев, так и охлаждение. Просто обратное регулирование сделать и все. И с помощью воды или какого-нибудь антифриза охлаждать ЦКТ. Никаких проблем с этим нет. Сейчас все подключу и буду проверять, хватит ли этого для удержания температуры. Нужно скетч и все что нужно для его загрузки также будет по ссылке в описании под видео. Вот на данный момент вот так выглядит. Все подключил, питание пустил, выставил температуру, кабель нагрелся, регуляция пошла. Вот теперь надо будет заполнять ЦКТ. Постараюсь побыстрее все это сделать, показать какие дрожжи, как идет процесс и что из этого выйдет. Надо будет маляш потерпеть. Ну и осталось показать интерфейс приложения, какие кнопки, как управлять, что как саму визуализацию. Как все это делается перед запуском проекта в каскаде, естественно, вы уже перед этим установили получается скетч в ESP32, настроили и она у вас отображается в роутере. Нажимаем импорт проекта, устройство. Файлик, вот этот вот с проектом, нужно положить вот по этому адресу на телефоне. Каскада Project и они будут здесь отображаться с той папки, вибрацией показываться тут. Нажимаем два раза, не надо мне было второй раз. Все, она загружается и устанавливается и запускается следом. Вот находится все здесь, все проекты, вот он ЦКТ. Два раза загружается, запускается. Чтобы установить, выключить. После загрузки работать не будет. Нажимаем сюда, выключаем, останавливаем проект. Нажимаем три точки, редактировать список. Редактирование списка устройств. Оставляем ЦКТ и сетевой адрес первый. Нажимаем на сервер, нажимаем держим, редактировать и изменяем на ваш IP адрес ESP, который у вас задан ей. Это оставляем порт и время паузы. ОК. Щелкаем на ней, она записывается. Выходим. Путь подключен. Все работает. Здесь у нас как бы визуально отображено. ЦКТ будем думать так. Нагрев, неважно ТНГАЗ, чем вы будете нагревать. У меня это углеродный кабель. Здесь устанавливается температура, корректировка и настройки P регулятора. Вот уставка. Производится так. Нажимаем, появляется окошко. Выставляем. Задать. Все, 25. Эта мощность ТН показывается. Наполовину работает и будет подбираться к заданной температуре. К 25. Вот сейчас кабель будет нагреваться и температура ползти вверх. Там просто прохладно в помещении. Вот также индикация работы нагревателя. Температура поднялась. Это ничего не нажимается. Нажимается только вот здесь. Корректировка датчика. Плюс-минус можно задать. Все, нагрев прекращается. Мощность ТНа падает. Чтобы остановить процесс. Нажимаем кнопку и держим. Все. Тент прекратил нагрев. Все остановилось. Всем спасибо. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.